Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Прерванная планерка главу Бийской чиновников задержали утром. В следующем году планируют возобновить перелет Барнаул-Новосибирск. Жители краевой столицы вместе решают судьбу парка «Изумрудный». Чиновников мэрии Бийска сегодня утром задержали прямо во время городской планерки. Заседание остановили после процедуры награждения. В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах, а затем зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними. Среди них два заместителя главы города, начальник управления ЖКХ, начальник отдела по учету и распределению жилой площади, бывший глава города Николай Нонко и действующий глава Александр Студеникин. Правоохранители пока комментариев не дают. В телеграм-каналах пишут, что сотрудники Следственного комитета и ФСБ изъяли документацию, компьютерную технику, связанную с так называемыми спековскими домами по улице Спекова. По сообщению источников из следственного отдела, сейчас в Бийске идет 19 обысков. И еще новости из Бийска. Масштабный пожар там практически уничтожил производственный цех пластмассовых и пластиковых изделий. Сотрудники делятся эмоциями в соцсетях. В соцсетях пишут, что без работы осталось несколько десятков человек. Напомним, большой пожар произошел в Бийске в середине дня субботы. Огонь распространился в железобетонном цехе, где было много пластмассовых изделий, поэтому в первые же часы город окутал ядовитый дым. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Огонь потушили спустя 4 часа. По словам спасателей, тушить мешала высокая загрузка производственного помещения. В итоге целый цех практически уничтожен. Погибших и пострадавших нет, сообщают сотрудники МЧС. В Рубцовске закрывается туберкулезный диспансер. Такое сообщение появилось в выходные на городских порталах. Там писали, что медучреждение прекратит работу в конце ноября, а всех пациентов переведут в Егоревский район. Жители Рубцовска волнуются, что может случиться эпидемия, потому что больных туберкулезом негде будет размещать. Но в Краевом Минздраве эту информацию опровергли. Часть пациентов, которым нужен круглосуточный уход из диспансера, переведут в Лебяжинскую туберкулезную больницу. А в Рубцовском тубдиспансере оставят амбулаторию и дневной стационар для больных с закрытой формой туберкулеза. Штат врачей там сохранят, подчеркивают сотрудники министерства. В соседний район пациентов переведут в середине декабря. К другим темам, каким будет парк Изумрудный, решали в Барнауле. Причем решали сами жители. В рамках стратегической сессии, иначе говоря, мозгового штурма, несколько десятков барнаульцев, разбившись на гробы, вместе разрабатывали концепцию парка. Что из этого получилось, расскажет Илья Кочетков. Давайте мы сначала идеи все смодерируем. Я вам предлагаю писать на стикерах, лепить их на вагму. А потом мы уже будем убирать. Можно сказать, дождались. Годами барнаульская общественность упрекала городскую и краевую власти в том, что вопросы городского пространства решаются без участия горожан. И вот, пожалуйста, стать участником стратегической сессии о судьбе Изумрудного мог любой желающий. Одно из судьбоносных обсуждений шло в актовом зале 40-й гимназии, одной из старейших школ Барнаула. На протяжении поколений парк был настоящей учебной лабораторией для школьников. Там все было высажено много интересных деревьев. То есть мы можем, не выезжая на гору, где соответствующий ботанический сад, а здесь рядом исследовать эти все вопросы. И, кстати, в прежние годы мы этим и занимались. То же самое это касается и физкультуры. Вернуть Изумрудному или парку БМК прежнюю значимость и есть задача сессии. Шесть направлений, шесть аспектов жизни парка. История, экология, образование, спорт, культура и индустрия впечатлений. Эксперты в каждой области выстраивали свои подходы и соединяли в общую картину. Я сам стал участником экологической группы и могу сказать лично от себя. Зреет противоречие. С одной стороны, все признают, парк должен быть тихим зеленым местом. С другой, горожане жаждут концертов, спорта, лекториев, кинопоказов. И здесь очень важно найти баланс. А времени на разговор осталось немного. Сейчас наша главная задача все-таки разработать проект. Полноценный, качественный проект. Потому что только опираясь на этот проект, мы сможем, во-первых, высаживать деревья весной. Потому что этой весной уже нужно садить деревья. Причем деревья крупномеры, чтобы уже сразу был виден эффект. Ну и, соответственно, одновременно нам нужно загрузить парк мероприятием. Как пояснил Вакаев, сейчас решают, насколько будет задействован парк уже этой зимой. Возможно, где-то на его территории, как прежде, появится каток. Между тем, на следующей неделе на сессии АКЗС будут принимать краевой бюджет. И тогда станет ясно, какую именно сумму выделят на развитие парка в 2020 году. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Четыре крупных сельхозпроизводителя Каменского района могут потерять часть своих земель из-за закрытия железнодорожного переезда. Железная дорога пересекает их угодья, а в перспективе проехать туда они просто не смогут. Речь идет о переезде на 597-м километре пути. Как сообщают сами аграрии, этот путь удобный для сельхозтехники. А если переезд закроют, то в общей сложности аграрии потеряют доступ к 16 тысячам гектаров. Происходит это потому, что по правилам железных дорог переезд становится нецелесообразным, если в радиусе 5 километров есть другой способ пересечь пути. Правда, сельхозпроизводители с этим не согласны. Они считают, что подъехать к другому переезду затруднительно, так как тракторы и комбайны – негабаритная техника для движения по городу. А еще один вариант находится слишком далеко и просто невыгоден. Будущее переезда сейчас обсуждают каменские власти совместно с представителями РЖД. Пока они направили письмо начальнику Западно-Сибирской железной дороги, где написали все аргументы за сохранение переезда. Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» возобновят. Это направление вошло в список субсидируемых на 2020 год. Этот список содержит 262 маршрута, в том числе и с горно-алтайской Барнаула. Рейсы будут выполнять круглогодично. Во сколько обойдется перелет из краевой столицы в столицу Сибири пока обсуждаются, но частично его профинансируют из бюджета Алтайского края и Новосибирской области. Известно, что летать он будет пять раз в неделю. В среднем планируют судно на 100 мест. В целом, в следующем году в регионе будет несколько субсидируемых рейсов. Кроме Новосибирска, из Барнаула можно будет дважды в неделю прилетать в Казань. С такой же периодичностью будут совершать рейсы в Красноярск, в Томск трижды в неделю. Более пяти с половиной тысяч бюджетных мест выделено в этом году в вузах края на программы бакалавриата и специалитета. Причем больше всего для педагогов-врачей. На первом месте Алтайский госуниверситет. Больше тысячи мест. Чуть меньше тысячи в техническом вузе. Восемьсот в педагогическом. Почти пятьсот в медицинском. Наибольшее количество бюджетников будет на направлениях педагогическое образование и лечебное дело. В то же время по некоторым направлениям бюджетных мест вовсе не предусмотрено. В основном это экономические специальности. Например, такие как управление персоналом, торговое дело, товароведение. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в регионе оттепель, порывистый ветер до 24 метров в секунду и обильные снегопады. На дорогах гололед и снежные заносы. А вот после метели к середине недели в край снова на несколько дней вернутся морозы до 30 градусов. Спасатель напоминает, что при сильном ветре следует переждать непогоду, а находясь на улице обходить плохо закрепленные конструкции и не укрываться под деревьями. При перепадах напряжения в домах рекомендуют обесточить электроприборы. На этом у меня все. Через несколько секунд еще немного о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи.